Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа И мы продолжаем Сталкер, будь вам Глеб Нам нужно попасть Часовщику сейчас Попасть Сюда вот Что ж ты так Так, нужно скочь на фонарик включить Саван, ты живой, ну ты Ну ты выдал, ну как упасть-то умудрился Ох, живой, живой Это что мне сдается, ногу вот подвернул Пошли альпинист хренов Да чего же ты неуклюжий, погоди Я что-то слышал, чего еще Тихо пошли за мной, не шуми Давай вперед, я за тобой Кушай, скотина Бей, ублюдка Так, чего я по боеприпасам Ну, у меня еще дофига их Ждем, пожалуй, калашников С ним как-то поувереннее будет Согонимся Одну секундочку Опа Вот это было неприятно Пойдем дальше Сидор, ты ли это Что ты мне тут показываешь Ну что стоишь Подходи, я не кусаюсь Фу, ты напугали Черт, твоя каяна Какого лешего ты делаете Сидорыч Вот так свечет Ты сам-то тут как-то делаешь Не то я собачье делал Что ж Третий раз за неделю Сигнализацию ломают Откуда вы такие умные беретесь Сидор, какая сигнализация Какой третий раз за неделю Мы тут впервые Честная пионерская Хорош заливать мне А кто еще мог сигналку зацепить Она на человека рассчитана Тушка нам или собакам Не зацепишь Да не лазит тут мутант А значит только человек мог Наступить на сигнальную растяжку Если не вы, то кто Сидорыч, честное слово Мы ничего такого не хотели Мы договорились с часовщиком Что он спустит нас Посмотреть на тоннель с катакомбой Ничего дубного Мы не замышляли Так вас часовщик пустил Что-то есть То есть вы не через трубу сюда попали Какую еще трубу Мы по лестнице спустились А что за труба Так это уже скверно Ты, Саван, порой и ведешься Как дурачок Но врать не умеешь А значит последнюю неделю Сюда проникали трижды Не считая вас Так что ты говоришь Вы здесь ищете Ничего да говорю Просто мы посмотреть хотели Что тут да как Интересно же Саван, давай начистоту Я же тебя насквозь вижу От меня ничего таишь Вон и Борланд это подведи Да мы это как бы Выкладывай все как есть Короче Ну ладно Слышал в случае со сталкером Свободы Про самоубийца Кто то конечно слыхал Слыхал Да весь корон на ушах стоит Как бы сюда свободно И не нагрянули Для расследования Им ведь не докажешь Что он на самом Что он сам Короче себе пулю в лоб пустил Свидетели только ты Ты что там С этим сталкером Он не свободно Как это был тайный день Монолита Да ладно Не может быть Чего ему тут надо то И оккупировка уже давно Распалась Кугловол То всех порешили Это ты про что Да потом как нибудь Расскажу Сейчас Сейчас то Уже секреты можно не хранить Так что с тобой Поделюсь информацией Ты мне сначала Про агента этого расскажи И спросто же ты о нем Разговор завел Ну так вот У монолитовца Этого при себе был КПК Да только заблокированный Я попросил фургона Разблокировать Так как раз Тогда тебе За рацией проходил Рацией проходил было Я когда тебе вернулся Пошел к технику А его и след простыл Я его искать Отправился и нашел Лучше бы не находил Ну не молчи Что случилось то Убили фургона Так вот куда он пропал Еще сутки Всем лагерем ищут Чего же ты раньше то молчал Да погоди ты Сидорович Дай закончить Я когда там Фургоном наклонился Меня по башке Кто то хорошенько треснул Несколько часов Бессознание На элеваторе пробовал Как очнулся Так фургон И след простыл Как и не было Его там А кто бы мне поверил Что не я его убил Если даже тела нет Ну вот ты верно Подметил Погоди-ка Где Говоришь фургон Нашел на элеваторе Ну да Вчера Что есть какие то Соображения Кто мог меня вырубить Есть Но тебе сказать не могу Скажу лишь Что я Организовал вчера Встречу для Очень серьезных людей На элеваторе И встреча Это сорвалась Видимо из-за тебя И фургона Ну вот кто мог Убить техника Для меня остается Загадка Хотя Что Сидорович Не темни Фургон убили Тут не до конфиденциальности Она так уж и будет Дело серьезное На элеваторе Я отправил Одного сталтера Он на днях На свалке Нашел один Занятный контейнер Который уже Давно разыскивали Мои клиенты С центра зоны Это их деньги Упер шмыга А что за контейнер Что внутри И кто тот сталтер Так кто ж его знает Что внутри контейнера Я его не открывал Только глянул На цифры на крышке И сразу смехнул Что именно тот контейнер Что искали Мои клиенты Сталтер Того дуболовом Кличут Очень он обрадовался Когда я ему Рассказал про сделку Сам я не решился Выкупать у него Контейнер Потому что Я организовал встречу А только теперь Не знаю Что там случилось Клиенты Контейнера Не получили Сталтер исчез Да еще и ты С фургоном Мои клиенты Не могли на фургона Напасть Не их методы Да и сталтер Тоже вряд ли Такое решился бы Хотя я за него Погучиться не смогу Посмотреть Стоит Тот третий Может бандиты Дуболом Ну ничего себе Я же его знаю Меня волк попросил Найти его Сталтер на первой встрече У меня еще тогда Странным показался Свой хабар Ему явно Плевать было А он Вон чего задумал Может он Убил фургона Потом Меня по голове Огрел Как свидетеля Может и он Хотя мужик Вроде нормальный Без заскоков Почему ему было Фургон убивать Не знаю Вот уж действительно Странная история Где спирт Дуболома искать Тоже неизвестно Да Дела Так на чем остановился Ах да Вспомнил Фургон Я нашел Заблокированный КПК Монолитовца В чем остались Лишь несколько Последних сообщений В красе Там говорилось О некой группе Сталкеров Которые украли Артефакт У монолитовцев И те их преследовали Артефакт Оказывает На людей Убийственное воздействие Что там Про психику Было написано Слишком заумно Поэтому Его поместили В контейнер И это Контейнер У монолитовцев Вымукнули Сталкеры Контейнер Говоришь Уж не тот ли Этот контейнер Может и тот В общем Слушай дальше Во время погони Несколько Сталкеров Убили На поставшемся На поставшемся Удалось затеряться Поэтому Монолитовцы Привезли своих Агентов Под прикрытием Чтобы Те Обрушили Обнаружили Похитителей Не знаю Сколько этих Агентов было Но сюда На кордон Добрался Агент Под прикрытием Свободовца Он проследил Одного из Сталкеров До деревни Новичков Но его самого Повязали бандиты Уж и не знаю Зачем Это было нужно Ничего не понимаю Получается Что под дуболом И есть Один из тех Сталкеров Да не может Этого быть Он в зоне Всего пару недель Только на днях На свалку Выбрался Прибыл там Всего день И назад Вернулся Тем же днем Он принес Мне тот самый Контейнер Что дальше было Я тебе уже Рассказал Иначе дуболом Нашелся Контейнер На свалке Скорее всего Те сталкеры Что украли Актефакт Спрятали его На свалке А дуболом Случайно Наткнулся На него Не мог же Он их убить Или мог Фургона Или кто-то Убил И еще тот Актефакт Как думаешь Сидорович Что за Актефакт В контейнере То что Его знают Актефакты Каждый день Новые появляются Но если Прикинулось Вспоминается Мне один Артефакт Со схожим действием Маятник Называется Такого Крайне Редки Артефакт И всего Две штуки Находились Стоит Бешеных Денег И за что Он так Ценится Этот артефакт Двухсторонний Он имеет Два Разноправных Свойства С одной Сторона Поглощая Сепси Излучение С другой Наоборот Излучает С неимоверной Мощью Полисы Поглощения Излучения Меняются Друг с другом В течении Некоторого Время Через час Или около Того Поэтому Нужно Постоянно Переворачивать Если не Все На поясе Впервые Этот артефакт Нашла Глупа Брокера Тогда Они Все Сразу Выяснили Свойства Майтера Поэтому До лаги Ученых На интере Живым Добрался Только Штопор Еле На ногах Держался Ботаник Его На вертолете На большую Землю Вывезли Артефакт Естественно Себе На изучение Защитный контейнер Собрали Это я потом Уже узнал Из копии Отчета Сахаров Подсуетил С тех пор Про первый Артефакт Ничего не известно Наверное До сих пор Какой-нибудь Секрет нам Не изучает Про Второе Что знаешь Тут История Куда интереснее Произошла Слыхала Сельки Где-то Не знаю Что за Стрелок Бла-бла-бла Блин Как много Читаешь Все-таки Здесь приходится О брат Это не Сталкер Легенда Не знаю Когда он В зоне Появился Но дело Своё Знал На все Сто Такие Артефакты Порой Приносило Закачаешься И где только Находил Никто до сих пор Не поймет И вот Как-то Как-то Раз Посчастливилось Ему найти Это самый Маятник Слюлок Пропали Смышленый Был Как только Поплохело Он сразу Сообразил Что артефакта Негативное Влияние Имеется Уж он не знаю Сколько дней От этого артефакта Изучал Но выяснил Что у него Почти все то же Что и ученую Вся в лабораториях Это в полевых условиях Представляешь После этого Он стал повсюду Этот артефакт Таскать Велодолея Ему Желом Через выжигатель Мозгол свою Группу Провел Сколько всего Тогда Принесли Хабара На небольшой Остров В Тихом Океане Хватило бы Торговца Со всей Зоны Чуть не Очередь К нему Выстраиваясь Артефактами Он Упертый Насколько Несколько Штук Продал Остальные То ли себя Оставил То ли еще Куда от дел Я хороший Мужик был Почему Было Что с ним Случилось Пару лет назад Слилов Внезапно Пропал Тогда Мы подумали Что он Погиб От Мощнейшего Выброса Раньше Тихо Я не видел И поверь мне Я тут Много Повидал Но спустя Несколько Месяцев Стрелка Нашли Живым В одной Из группе Взывков Смерти Он туда Попал Неизвестно Да он И сам Ничего Не помнил Даже Имени Своего Я вот Тогда Сразу Не знал На него Смотреть Страшно Было Худой Весь Ссадина Лицо Обветренное Непонятные Шрамы По всему Телу Еще Это метка Навутья Будто Звери Кремили Татуировка Сталтера Но Самое Странное Это то Что у него КПК Имелась Лишь Одна Запись Убить Стрелка То есть Самого Себя Представляешь И как Он поступил Нескорее Смечен Вот так Мы его За тревогу Прозвали Тоже Свою Выгоду Поимели Ему Стрелка Найти Нужно Было Значит Его Танике Он Наверняка Мог И Найти Самым Интересным Для нас Оставался Пусть До Север Зона Там Весь Клондайк Артефактов Находился Ну Мы С остальным Торговцей Решили В темную Использовать Мечен Что-то Я не Удивлен Так Вот Стрелок Тот То есть Мечен Отправился На поиски Самого Себя То есть По словам По своим же следам На север Зоны Пошел Ученые Помолились Прототипом Псиблокатора Чтобы Мозги Не закипели Взамен Мечен Сам Того Не ведая Собирал Для них Всю Информацию О недоступных Участках Зоны Заодно И два Звучателя Отключил Один На Интере Другой Нагадаре Тот Самый Выжигатель Мозгов Пусть Припяти К центру Зону Был Открыт Нельзя Было Этого Делать Так Кто Знал Как Все Обернется Все Зоник Как Будто С ума Посходили Только Ленивый Не отправился К центру Всех К Исполнителям Желания Хотели Первым Попасть Это Обрадовался Все Думал Путь Припяти ЧС Открыт Теперь Актефакты Камни Рекой Польются Тут Было Назад Никто Не Возвращался Набрали В долг Снаряде И Двинули В Сархофагу А Когда Припяти Дошли Там Большинство И Полегло Весь Город Просто Кишил Монолитовц До И Группировки Своим Принцип Снова Войну Развязали Никто Не Хотел Уступать Все Огвались Только Вперед Кожи Военные Потянулись В общем Такой Кипиш На часа И Под Финал Произошел Выброс Дорогу Полегло Не Сосчитать А Стрелок Он Выбрался Не Не Видел Его Здесь Никто После Того Случа И Даже Псиплокатор С Передатчиком Найти Не Удалось Хотя Хотя Там Имелся GPS Модуль Видать Выброс Повредил Его Последние Координаты Указывали На Вход В Саркофаг То Е Стрелок Добрался До Него За Пару Минут До Выброса Может И Остался В Живых Да Только Не Узнаем Мы Этого Сек Пов Уже Год Прошел Центр Много Народ Побывало В Одном Из Бункеров Возле ЧС Нашли Какую Лабораторию Странную Там Трупы Капсулах Лежали Притом Будто Во сне Застрелили Сталтер Тогда Много Всяких Документов Нашли Всем Ученым Сдали А там Такое Написано Было Что Никто И Не Поверил Но Потом Мы Все Пришли К Что Это Правда Что Там Написано Было Там Умерел Техническая Информация Касательно Пси Излучателей Генераторов И Исполнителя Желаний Оказалось Что Монолит Был Искусственным Объектом Его Использовали Для промывания Мозгов Фанатикам Это Объяснил Тот Факт Что Никакого Исполнителя Желаний Никто После Этого Выброса Не Нашел Сакрофаги Ничего Не Было Кроме Разрушенного Реактора С Помощи Этого Устройства Некие Ученые Из Проекта Сознания Как Они Назвали Документами Дипнотизировали Сталтеров Подобравшись Слишком Близко К Тайне Возникновения Зоны Завербованным Агентам Давали Схытые Задания И Отправляли К Границам Зоны Видимо Стрелок Каким-то Образом Стал Одним Из Таких Агентов И Получил Задание На Убийство Самого Себя Потом Монолит Был Уничтожен Монолитовских Фанатиков Начали Отпускать Несколько Десяртов Рядов С центра Вернулись Ничего Не помнят Их Тут чуть Не поубивали Сначала Вродивись Бывшие Оказывается Не все От гипноза Отошли Судя По Твоему Рассказу Еще Много Таких Марионеток Без Кукловодов И Что-то Они Затевают Не Зря Маятник В Контейнер Поместили Интересно Тот Сам Артефакт Что Среднку Понадлежал Вот Это Мы С Борлотом Попробуем Выяснить Спасибо Изантичу Исущую Историю Пойдем Мы Дальше Погодись По Катакомбам Погоди Саван Делая Свети Обозначенные События Предлагаю Вам Заключить Сделку Я Типировку Оружия По Первому Разряду А Вы Как Найдете Маятник То Продадите Его Именно Мне Заплачу Хорошие Деньги Что Скажешь Не Знаю Сидорович А Друг Мы Не Найдем Ничего Тогда За аренду Снаряди По Минимуму Заплатите Главное Чтоб Живых Остались А То Потом Искать Еще Вас До Броню Струпов Снимать Дело Не Из Приятных Хорошо Успокоил А Думать Надо Посоветоваться Давай Мы Позже Зайдем Хорошо А Пока Мы Тут Побродим Может Удачи Сколько Информации Тут Конечно Ж Ух Так Значит Тот Шмыга Который Нашел Артефакт То есть Которые Вещи Которые Нашли Мы Который Побежал От Кабанов Оставив Свой Хабар В теории Мог Убить Техника А Монолитов По Моим Предположениям Общим Разыскивают Этот Маятник Артефакт С Контейнером Ох Как Все Запутано Тут Короче Вот Как дела Мы С тобой Влезли Что Думаешь Справишь Найдем Артефакт Не знаю Как то Все Слишком Серьезно Дайси Дайси Мне Не Нравится Я Что Утаивает Да Ладно Те Саван Интересно Те Что Сколько Трудностей Преодолели А Теперь Обратно Поворачивай Соглашайся Наверное Ты прав Есть Артефакт Действительно Такой Дорогой Сказал Свидор Что Я Смогу Сразу Сразу Вернуться На Большую Землю Какой Никакой А Мотив Всем На Него Кушать Покупать Так Что Я Понимаю Договорились Идем Дальше В катакомбы Только Сидорович За ключом Я Не Пойду Жди Здесь Я Час Ключ Попрошу У него Наверняка Должен Что Мне Кажется Жук Сидорович У нас Выкупит Не Закушу Большую Цену Этот Артефакт Вообще Наймет Агентов Нас Убьют По-тихому Артефакт Он Присводит Себе Нафиг Платить Тем более Сталтер Смертность Здесь Достаточно Высокая Кажется Потом Никто Не Обвинит Давайте Сохранимся В общем Не доверял Боя Сидорову Сохранил Бо себе Артефакт Вот Нажинал Бо Его Реальную Цену Боя Не Входил бы Очень Изновиденного Последника Так Это Довериться Довериться В этом Полностью Давайте Здесь Выйдем В принципе Так Мне Сейчас В любом Случай Часовщику Надо Додаваться Мне Особо Нечего Что за Актефакт Я уже не помню Хивзащита Но Гадиация А это Гадиация Хорош Актефакт У меня Посмотрим Где там Часовщик Появился Не запылился Чего Те Еще Надо Те Что Случилось Ты Че Такой Злой Он Еще Издевается Ты Зачем У Меня В Хате Ш У Дил Что Искал Деньги Ценности Нет У Ничего В Томе Часов Да И Те Нерабочий Дед Ты Чего Не Скал Я У Тебя Ничего Делать Мне Больше Нечего А Кто У У Меня По Шкафам Лазил Домовой Еще И Карту У Пегли Какую Карту Карту Доступа Ключ Если Проще Говорить Уж Не Тот Лет Дверь Подим Лабораторию А ты Откуда Знаешь Точно Ты Взял Давай Обрат Вот Так Совпадение Я Как раз Тебя Хотел Тот Ключ Попросить Нет У 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 Что Ж Придется Обратиться За Помощь К Торговцу Ты Найди Того Гаденыша Что По Шкафам Моим Госпрос У Лазил Очень Прошу Ни Стыда Ни Совести У Людей И Ключ Мой Верни Все Я Сделаю Дед Не Переживай Дед Я Тебе Ключ Верну Но Я Сначала Его Копирую Че Ты Мне Кажется Что Сиды Горяч Мог Упереть Его Ну Либо Подожди Шмыга Перепутал Бункер Не Буду Я Говорить Ясно Так Этот Уже Умукнул Да Ну Еще Был Здесь Стоял Бы Сколько у меня веса Кстати 35 кг В принципе Еще Нормально Ну Что Посмотрим В долг Не даю Одну Твое Предложение Мы Согласны Давай Согласна Вот Другой Разговор Сейчас Тут У меня Препрятано Вот Так И говорил Тоже Хоть Не Самое Лучшее Снаружение Зато Проверенного Ножественных Ходок Лучше Только Под Заказ Большой Земли Достать Можно РКПК Скинуть Мастер Код Он 100% Подойдет В отличии От Обычных Служебных Шифров Вот Еще Амуниция Так И Обещал Сейчас Пропущу Тя Через Свой Ход Что Готов Подожди Так Что Интересует 134 Прикольный Так Ну Снарягу Ты мне Выдашь Давай Я Готов Так Это Твой Вход Да Я так Понимаю Снарягу Ты мне Выдал Кстати Вот Этот Костюмчик Будет Газы Получше Моего Может Наверное Зря Попал Шлем И Куда Ж Мне Столько Патронов А Ну Не знаю Может Конечно Ж Сауга Пострелять Давайте Пока Стреляем Патроны На Калашников Будет Еще Что То Нужно Заходи Да Да Ты Все Здесь Стоишь Окей Я смотрю Ты Приоделся Неплохо Сидорыч Не Поскупился Мне Он Тоже Снарягу Подогнал Стреляю Что То В лес В том Часовщика И Украл У него Как Доступ В Лабораторию Значит Мы Внизу Ни Одни Будем Кто То Из Тех Троих Что Потревожили Сидорыч И Точно Пошел Лабораторию Ну Что Все Готов Тогда Следуй За Мною И Не Отставай Пошли В принципе Тут Мог бы Прицельчик Прикрепить Но Слушай Саван Ты Там В Смысле Не Саван Как Тебе Зовут Уже Забыл Сам Не Отставай У меня Борланд Вот Борланд Приятели Я немножко Вперед Ушел Пошли Пошли Говорю Ты Идешь Вроде Пока Никого Кроме Тушканов Которые Мы Подбили Отстаешь Нет Каски Здесь Рыжок Похоже Недавно Да Давай Ты Бега Я потаю Следам Вообще Судя По всему Здесь У меня Шплин В Кстати Есть Не Лучше С фонарем Так Уже Желательно Подосторожнее Нифига Си Ты Мадеж Что Там Внизу Вот это Можно Так Борланд Дико Ты Первый Еще Живой Поступаем Перезарядка Борлан Не поджимай меня Там Еще Его Друзья Идут Вот И Все Не люблю Чик Зомби Не Сложно Убиваются Давайте Бинтом Замажемся Так Ну Вроде Все Да Или Еще Будут Теперь Нам Нужен Мастер Код Я так Понимаю Да На Боготворе Вот 7 2 0 0 7 2 0 0 Ну Что Если Поговорить Еще Надо Ты Здесь Побудешь Так Ну Нас автоматом Переместило Даже Не Спросило Кстати Вот Артефакты По-моему Не снялись Или снялись Надо Посмотреть Сейчас После того Как я Костюм Переодел Да Снялся Артефакт Надо Его Одеть Ну Что Ну Вот Мы Внутри Борлан Давай Поторапливайся Нужно Продвигаться Не Спеши Саван Не Отряд Ведешь Мало Лишь Что В Этой Лаборатории Развелось Если Услышишь Что Нибудь Подозрительное Не Вздумай Шум Поднимать А Вот Если Увидишь Не Забывай Запасной Магазин Всегда Под Другой Провьемся Провьемся Саван Провьемся Ох Ты Он Он У Меня Внутри У Меня Внутри Ну что Живой Учет Уже Если Не Ты Ну Давай Поосторожней У меня сейчас Ничего полезного Ну что Труп Не Видел Что Голова Зомби Военный Лит Свободу Лапши Странно 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 Все Это Какие Какие У нас Проблемы Питания Нет Поэтому Лифт Не Работая Что Будем Делать Где-то Должен Быть Резервный Генератор Оставайся Здесь Порогу Его Найти Оставайся На связи И тогда Подам Питание Дай Снать Будь Осторожен Если Что Зови На помощь Не бойся Справлюсь Что-то Мне кажется Это Бюр Вернемся Лима Назад Ух ты Давай Присаживайся Что там Бюрли Между собой Дерутся В туалетах Явно Никого Нет Так Всего Что Филятся Что У меня Держи Так Надеюсь Ты Не Последним Вообще Нам Слушать Хочется Немного Ну Кстати Неплохая У тебя Снаряга Можно и Погадать Что С глушителем Да Как МП-5 Может Дамажить Больше Калаша Так Ну Пульта У нас Нет На него Да Есть Только Один Магазин Да На Принципе Оставим Продадим Потом Так Что Не Критично Хотя Калашников Наш Немного Поискрепался Так Мы Ничего Не Можем Взять Нет Какое Это Знаете Интересное Помещение Типа Змея Тыщите Проход Нижний Уровень Запчасти Электроника Код Граппер Походу Можем Что Тут Вскрывать Я Думаю Это Для Этой Двери Да Посмотрим Что По весу 54 Килограмма Да Что Кстати Можно Выпросить Полкилограмма Весит Кстати Так Так Распознавание Так Пропустить 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 Преобразовать Завершить Дешифровка Преобразовать Завершить Генегация Давайте Вот так Вот 6,7,5,3 Да Захвите Артифакт снизу находится на так ладно мне все равно сюда что за артефакт такой интересный нифига себе оживление ран даже есть что то что то интересное так и что мне тут что-то понять не мог а и включить подходи я не кусаешь один нет вот оттуда пришли я буду поосторожней так и куда мне дожди ну я же здесь я не пройду опять контролер по ходу и 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 документы спокойно так это мы отсюда так обошли до не подсказывать нам сюда и нужно там ништяки какие-то лежат жалко как если здесь никаких ебак не будет показался и там что было наверно аномалия боже мой какой же здесь фон максимальный вес ну теперь там мы сможем точно таскать больше здесь больше артефактов нету нигде вроде нету цепанул загаза а где-то здесь артефакт здесь походу у нас еще одна маленькая аномалия да так ладно мы здесь пройдем что за артефакт нашли термозащита радиация подожди чё тут не так радиация минус один нам бы контейнеров покупать конечно же химзащита радиация а вот о господи химзащита ну не ну хорош артефакт конечно же так что-то здесь каждым шагом все стремнее и стремнее становится а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ладно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Где-то один еще слева. Сам лови. Так нехорошо, я сохранился. Нужно этого мочить. Лучше здесь сохранюсь, мало ли. Ты не уйдешь. Может, ты не уйдешь. Может, мы с тобой вместе не уйдем никуда. Может, они не стреляют, потому что мне плохо видно. Да нет. Ладно, пойдемте на зачистку, пока я сниму прицел. Я раню, братцы. КОНЕЦ КОНЕЦ Чё, всё? КОНЕЦ Похоже на всё КОНЕЦ Нифигасик ты через стенки ходишь КОНЕЦ Похоже ты был последним короче ох ты ж нифига себе здесь хабара тащить по все это еще дело ты посмотри свд боже мой сколько хабара я думаю я ставлю себе кольт и свд за счетом это гаусс кушка что я подобрал встать подожди может с улучшениями да пулемет не патроны сколько же хлама я таскаю с собой а и и Так не хочется избавляться от этого винчестера, но похуже придется. Или, может, пулю у меня слишком дофига? Блин, все нужное, все дорогое. О, кстати, подожди. Диккулес. Иногдейский тоже хорошее дело. Ух! Ух! посмотрим о том что в лучшем состоянии из этих стволов не менее нет ладно так что мы имеем вот это в самом лучшем состоянии значит все вот это разряжаем и выбрасываем что-то по патронам на него 180 я кстати подожди побольше там патронов будет давайте пусть не посматриваться отсюда и документы еще найти нам надо туда давайте внимательно здесь осмотрим так тут мы уже все смотрели мне кажется что этих шкафах ничего нужного нам не окажется а вот здесь что у нас а здесь комната которая залутал ну вроде как все что-то такое кажется действие препарата закончилась да нет еще еще есть а а а а а а а а а Не знаю, зачем я это сделал Что-то мне кажется, нам в ту яму надо Сколько у нас в случае чего Есть еще этого Диаккулеса Ладно, по мере необходимости будем Саван, приятель, ты где? Здоровье, радиация, зажирение Определенно лучше этот актефакт Мы слишком перегружены Все, закончилось здесь Диаккулеса Где-то у нас там еще был Диаккулес Так, я слеп, походу Вот он Сколько он весит вот это, фигня? 0,5 килограммов умножить на 2 Ну, в принципе Все, давайте Только сейчас по-быстрому Потому что мне не хочется все это выбросить И просрать два Диаккулеса задаром Саван, ты где, блин? И что мне тут делать? Что-что Выбираться поскорее Вот что мне здесь делать Облуждать себя на свалке То есть мы сейчас выбираемся на свалку Отлично Блин, скорее бы ты торговца Ко-нибудь донести все это Не хочу здесь все это оставлять В принципе, какой-нибудь из сундуков Можно все это припрятать Блин, столько хабара Очень много Скорее на свободу вытащить Привет Меня Саваном звать Это Борланд Хоть лабораторию нам Сидорович показал Нам Багману передать кое-что надо Багману, говоришь Это меня дело Товарищи, от твоего сильно отравления Видать, газом задышался Не факт, что тут тоже не хватало Каким еще газом? Мы ведь выжили Не просто выжили Вам охренительно повезло Никто не знает, что там за газ Но были случаи Загибались дидеры Выбиваются вроде Через часок, глядишь, помирают Неужто все? Один вроде жив остался Но ему не удалось Ну как это удалось? Никто не знает Если успеешь его разыскать Сумеешь помочь себе и Богу Спасибо за предупреждение, командир И его отыскать где можно Кто его знает на свалке Ждите, пацаны Не все же так сразу Отлично Скидываем Все не нужно А так Холовой отвечаете за это все Понятно? 61 килограмм Ну я думаю Нормально Так, поскорее поспешить Что-то хреново мне, Саван Видишь? Видать, какой-то гадости Подземки надышали Знаю болот Но отряд Но отряда сказал Что есть дидер Который справился С этим отравлением Ты случайно не в курсе Где его на свалке Таскать можно Слыхал Тут неподалеку Насыпь есть Возле емкости Так вот Поговаривали Что где-то в этом районе Он приобитает Но не пытались Но я так и Не нашел его берлогу Ну выбор у нас Не густо И если идти Не можешь То я сам утащу Заодно и пропадем Кое-что узнать Не мешало бы Наверняка там Он не разбывал Давай на тебя Все надержи Только если найдешь Хоть воядье Долго там не задержишься А то неровен час Сожрет меня зона Держися мигом Так Три минуты нам дали Она как раз Все лишнее скинула Бать меня пиздит Так а можно Как-то без этого Скорее Бегом У нас же вроде Севы были У них замкнутый цикл Как мы могли Газом надышаться Ну фига как здесь Все колбасит Да Дидер ты где? Так Или дидер Вроде ты Лекарство Скорее Найти тайник дидера А? Водка сюда давай Можно я тут выйду? Или здесь невидимая стена? Ясно Походу там невидимая стена Отсюда бежать Значит да Давайте еще какую-нибудь Лишнюю пушку выложим Вот например Калашникова Все остальное О Вот это еще выложим Сколько у нас Татарских патронов 720? Забегай Так Побежали Ну началось Свинюшка Ничто больше не желает Свинца Так Входи пока Успеваем Давай еще сюда Нафиг я твой коль взял Я не знаю Пригодится Так Ну тут вроде уже не хошмарит Так Это походу То что нам надо было Выбраться наружу Давайте Ну что там опять Засада или что? Что я подобрал? ПП Бежите Что ты есть Призыв 2 Призыв 2 Нет 1-4 Что-то мне бы вашу снарягу Минус 1 Что-то мне кажется Что-то монолитовцы За мной пришли Хотя нет Монолитовцы Они по-другому Как-то выгажаются Или какие-то роботы Что вы такое? Что вы есть? Выходи Давай Хорошо Понравилось На вас вообще бронебойник? Попадание Ух Хороший у тебя попадание Все? Ребят Ну я просто даже не знаю Как все это утащить Честному скажу Живой, да? О, как легко Г-36 Хорошая пушка Блин, спасить Богланда Минута Я думаю Мы доберемся Жалко Вам придется выкинуть Так Только не выкидывай Не, я думаю Мы успеем набежать Если у нас по дороге Ничего там Не возникло Серьезно Долговцы Прикрывайте Борланд Спасти Порядок Борланд Вот антидот Приходи поскорее себе Ну Ты дал Конечно, мужик С кем можно заторговать? Борланд Отойдите от ворот Выход закрыт В сторону Вроде ничего не умыкнули Прекрасно Надо с тобой Давай перетрем Сова Надвигается Выброс Небывалая сила Некоторые Кто предупреждали Ученые Спязь от такого Может только В подземных Байра Если не хотите Умереть То В этот раз Без вариантов То стоите за нами В укрытии Решай сейчас Если нет То мы Закрываем переход Что мутанты Не спаслись И шансы Выжить Уходить На ноль Даже минус Короче, давай Такими вещами Не шутят Если ты Заметил Свалка Уже опустела Все кому Жизнь дорогая Эвакуируется Еще вчера Кстати Что там За перестрелку Я слышал Не знаю Чертовщина какая-то Вооруженные До зубов Неизвестно Подразделения Они как Злой рок Лаборатории Еле от них ушел Вот теперь Тут засада Недобро Недобро Они в наших Хаях появились Ладно Некогда Рассуждать Решай это с нами Да, конечно Так Я, конечно Берут Немного стволов Я думаю Можно идти Удачи А, он сейчас Телепортирует Наверное Или нам Бежать Придется Надеюсь Что не бежать Потому что Хе-хе Потому что Ну нафиг Я сейчас Набрал вещей Там Выкидывать Их не хочется Что у нас по Патрикам Патрикам Патрик и есть еще Будем метить За скоростью Борлента Псина Куда тебе и дорога Деркулес Какой Деркулес Энергетик Он же подумал Что он там Вляпался В аномалию Ну-ка Сохранить Блин Прикольно Тут все Переделали Нет Я успею Я должен успеть Если не успею Я загружусь Хе-хе Эх Хоть бы помог Добрал пару стволов Я смотрю Некоторые люди Там прячутся Справа где-то 50 секунд 28 27 26 25 24 Должен успеть Успел 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 За 15 секунд До выпроса Давно хотел На настоящий Пацан Чего расскажешь Хорошего Ах Я дома Давайте отойдем Отсюда Подальше Я думаю На этом Можно завершить Нашу серию Очень продуктивная серия Вышла Выброс Успели Дотащили Ну Всем спасибо Всем удачи И пока